Здравствуйте! Здравствуйте! Мария Васильевна перед войной жила уже в советской Прибалтике. О том, что началась война, ей рассказала телеграфистка. Она также хотела заниматься гражданской связью, но выпала поработать в связи военной. Военком говорит, родину любите? Любим. Три девушки. А мы хотели учиться за телефонисты. А он говорит, а защищать будете? Будем. Завтра ложка, кружка, пару белья и вперед. Тогда вопросов ни у кого возникнуть просто не могло. Многие девушки сами рвались в армию. Работа на коммутаторе – это ответственность. Офицер-артиллерист отдавал приказы словами. Их передавали специальным кодом. Цена ошибки могла быть очень высокой. После войны Мария Васильевна в 45 лет работала в кондитерском цехе. Мунктуальность помогала выполнять заказы качественно и в срок. Подарки нехитрые. Кружка, полотенце, плитка шоколада, календарь. Социальные работники собирали их сами и по собственной инициативе. Также они ходили в гости к ветеранам-мужчинам в канун 23 февраля. Мы поздравляли участников Великой Отечественной войны мужчин с 23 февраля. Татьяна Николаевна, вот наш специалист, которая ответственная за работу в этом направлении, поздравляла их на дому. Столько теплых слов, столько благодарности, столько позитива, столько положительных отзывов, что поздравлял бы их каждый день. И мы с большим энтузиазмом, естественно, для себя поставили задачу поздравить женщин, участников войны. Вере Яковлевне в этом году исполняется 102 года. Всю войну она была поваром в 59-й гвардейской дивизии 2-го украинского фронта. Иногда ей приходилось готовить в буквальном смысле из ничего. А босс отстал или не смог пробиться. Пришлось идти через лес, чтобы занять у соседей немного крупы и масла. Из одного котла ели и солдаты, и офицеры. Ни каша, ни суп, такой кулеш. Ну и котелок налью, понесли. Идет этот самый, который отнес им в котелку. Я иду, я говорю, что за мной? Да, и котелок, говорит, облезали. Многие фронтовики говорят, что война – это тоже жизнь просто. Более опасная. Также в 59-й Вера Яковлевна познакомилась со своим будущим мужем. Сегодня он в бессмертном полку анапчан. Всего социальные работники намерены побывать в гостях у 25-ти женщин-фронтовиков.